В 2021 году во всем мире пользователи проведут в интернете почти 12 триллионов часов, то есть больше 1,3 миллиарда лет совокупного человеческого времени. Естественно, цифры отличаются в зависимости от страны. Пальму первенства в деле покорения интернета удерживают филиппинцы, проводящие в мировой паутине почти 11 часов в день. Бразильцы, колумбийцы и юзноафриканцы проводят в сети в среднем более 10 часов в день. Меньше всего времени в онлайне проводят японцы, в среднем 4,5 часа в день. Китайцы тоже оккупировали нижние строчки рейтинга, проводя в интернете всего 5 часов 22 минуты в день. А вот россияне проводят в интернете 7 часов 52 минуты в сутки, почти целый рабочий день онлайн. В рубрике «Дружим с законом» мы хотели поднимать исключительно тему преступления и наказания, ведь, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Тем интереснее развернулся этот аспект перед нами. Ведь законы сегодня направлены не только на искоренение и пресечения. Молодые люди еще со школьной скамьи должны уяснить, что во время взросления их не бросят на произвол судьбы, защитят законом. Не в онлайне, не в игре, а в реальной жизни. Соответственно, и дружить с законом становится легче. У нас действует на территории Ульяновской области уникальный закон, закон о молодом специалисте, который поддерживает и выпускников, и специалистов, которые только-только выходят с образовательных организаций для того, чтобы их поддержать материально у работы дателя. За полгода 2021-го помощью воспользовались 2132 человека. 13,5 миллионов рублей направлено на единовременные денежные выплаты, субсидирование части затрат на проживание, компенсации специалистам, трудящимся в сельской местности, ежемесячные денежные доплаты. А это не игровая валюта и не эфемерные лайки. Это материальный вклад в собственное развитие и в дело построения карьеры. С начала 2021 года в региональную службу занятости обратилось 226 выпускников, преимущественно среднеспециальных учебных заведений. Из них более 80 человек нашли работу в здравоохранении, образовании, торговле, госуправлении и на производстве. Рынок труда эгрессивен к молодым специалистам. Это требование опыта работы для трудоустройства, автоматические низкие зарплаты, нелояльность работодателей к молодежи. Все это заставляет молодых людей искать счастье в других регионах, даже странах. В первую очередь необходимо определить болевые точки, понять, чем руководствуются молодые люди при выборе трудового пути. Ответ есть. Главное, по словам молодежи, отсутствие интересной высокооплачиваемой работы. Но и с этим специалисты готовы поспорить. Здесь только нужно стыковать работу дателя и учебное сведение для того, чтобы сразу плавно был переход, еще пока учится студент, чтобы со стажировок он переходил сразу на рабочее место. Их достижения – предмет гордости всей Ульяновской области. Их пример вдохновит последователей. Эти истории успеха обязательны к изучению. На аллее Гончарова появились пилоны с фотографиями юных ульяновцев, добившихся немалых высот. Мы обязаны просто отмечать детей, талантливых, способных, чтобы и их отмечали, чтобы они понимали, что не впустую они это все делают. Их не труд оценивается, а он, наверное, повседневный, очень тяжелый, сложный. Мы вспомним, да, как учить уроки сложно, как добиваться, да, как ходить на тренировку после этих же уроков. И, соответственно, очень важно, чтобы другие дети, одноклассники, сверстники смотрели и равнялись. Герой с нашего двора. Проект федеральный. Ульяновск сделал смелую заявку на участие. Конечная цель проекта именно показать молодежи, что у нас есть лидеры, что у нас есть активная молодежь, которая уже сегодня приступила к большому-большому преобразованию, к большому развитию нашей территории. Приступила и уже добилась результатов. Достойная смена, которая подхватит эстафету у сегодняшних действующих лидеров в научной, профессиональной, спортивной среде. У многих героев с нашего двора первый шаг – 100 баллов на едином госэкзамене. Кажущееся небольшим достижение на самом деле итог серьезного труда. В первую очередь, это, конечно же, поддержка учителей. Во вторую очередь, это подготовка, которая была организована в моем учебном заведении, потому что наши преподаватели – это эксперты в области ЕГЭ. Соответственно, всеми усилиями, с помощью подготовки, с помощью преподавателей, с помощью поддержки мне удалось достичь такого результата. Готовился к информатике, конкретно к ЕГЭ, три дня, к программированию в целом, к Олимпиадам четыре года. Поэтому этот опыт некраспомог. Люблю это дело, так сказать, поэтому смог достичь успеха. А кто-то уже достиг серьезных успехов в спорте, несмотря на совсем юный возраст. У нас у всех есть достижения, у нас небольшое желание заниматься, у нас есть хороший тренер для того, чтобы мы занимались. Но у нас нет хорошего зала. Мы занимаемся старой школе, которая в этом году исполнилась 52 года. Эти победы – не только личная копилка, но и золотой фонд всего региона. Главная задача – создать для молодежи все условия, чтобы сохранить бесценный человеческий капитал и приумножить на примере сегодняшних героев. В идеале, чтобы все они продолжили жить здесь, жить и прославлять свою малую родину. Мы разместили на сегодняшний день 39 пилонов. Сейчас нам готовят верхние поверхности уже по районам. Мы готовим сейчас зимние сессии. И непосредственно, где дети в близости от школ детей и в близости от их дома. Чтобы вот они вышли со школы и видели, вот он, герой. Посетить рок-оперу Юнона и Авось, побывать на озерах Карелии и увидеть озеро Байкал. А еще, может быть, стать счастливой обладательницей квадрокоптера, чтобы снять с высоты птичьего полета родные просторы села. Здесь, в интернете, под хэштегом «Мечта учителя 2021» опубликованы тысячи историй учеников со всей страны, где они рассказывают о мечте дорогого учителя. Среди них есть и письмо от Виктории Алексеевой, ученицы 44-й гимназии. Девятиклассница Вика по совместительству активист РДШ и депутат Школьной думы. Дважды побывала на сменах в Артеке и Орленке, ездила на ученические съезды в столицу. Инициативная, деятельная и энергичная. Виктория берет пример с любимого педагога. Татьяна Ивановна оказала большое влияние на меня, когда у меня появилась возможность поучаствовать в жизни российского движения школьников и нашего школьного самоуправления. Конечно, все учителя заслуживают, чтобы их мечты исполнялись, но Татьяна Ивановна для меня особенный учитель. Педагоги открывают детям дорогу в жизнь, школьники исполняют мечты любимых педагогов. Накануне Дня Учителя российское движение школьников запустило акцию «Мечта учителя». Эта акция продолжается на протяжении двух лет. И не только члены РДШ могут принять участие. РДШ не делит на своих и не своих. Все дети России могут принять участие в этой акции и осуществить свою сокровенную мечту учителя. Главное – нужно действовать и шагать вперед. В течение двух недель дети из 85 российских регионов в социальных сетях публиковали посты, в которых рассказывали о любимых педагогах и их мечтах. Школьницей Татьяна Терещенкова, как большинство советских ребят, грезила Пионерской Республикой. Лагерь «Артек» на южном берегу Крыма собирал отличников и спортсменов со всей страны. «Мечта была долгой. С 14 лет. Сейчас уже не буду говорить, но 62. И все-таки она осуществилась. Спасибо большое». Сегодня в руках педагога заветный сертификат. Вожата из Ульяновска вошла в тройку наставников, чьим заветным желанием суждено сбыться в этом году. Теперь она готовится отправиться на южный полуостров. Детская мечта становится былью благодаря детям. Татьяна Ивановна у нас с самого начала российского движения школьников на Ульянской земле является одним из самых активных педагогов, реализующих деятельность РДШ. И мы понимаем, что вот такая поддержка педагогов, она очень важна. Она стимулирует наших педагогов заниматься вопросами воспитания, во внеучебная деятельность вместе с детьми. Узнать заветную мечту любимого педагога и рассказать о ней в социальной сети. Кажется, что может быть проще. Каждый день мы проводим в интернете уйму времени, кто-то с пользой, другие – развлечения ради. А есть и те, кто благодаря всемирной паутине осуществил заветную мечту любимого учителя. Вот все, что когда-то я мечтала, сегодня впитываю все то, что я хотела когда-то увидеть. Спасибо большое всем организаторам, кто помог осуществить мою мечту, давнюю мечту. Мечтайте. Даже через 50 лет мечта может осуществиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!